Всем привет на канале и сегодня разберем с вами настройки окна предпросмотра в программе Vegas. Меня часто спрашивают о том, как эффективно работать с этим окном и как сделать его, например, на весь экран. Это важно, так как часто незначительные детали или неточности можно увидеть только после рендеринга, и это реально раздражает. Чтобы этого избежать, можно сделать окно предпросмотра, например, больше. Вот таким вот образом. Но при этом мы теряем с вами область для монтажа. И если у вас множество видеодорожек или аудиодорожек, то, соответственно, это затруднит нашу работу. Если у вас есть второй монитор, подключенный к компьютеру, то для выхода из этой ситуации есть вот такая вот кнопочка, которая позволит вам переключиться в режим полного экрана. Если я на нее нажму, то, как вы видите, у меня экран предпросмотра становится на весь экран. В принципе, можно управлять, если вы знаете горячие клавиши, например, пробел запускает видео, повторно пробел останавливает данное видео. Нажатие клавиши Escape, мы возвращаемся обратно в привычную область. Но что если мы хотим с вами и монтировать одновременно, и видеть большой экран, и при этом у нас с вами всего лишь один монитор. Для этого можно открепить окно предпросмотра из этой области. Если зажать левой клавишей мышкой на данную вкладку и потянуть, например, вверх, то мы вот таким вот образом с вами можем отделить это окно. И дальше я уже, например, могу вот таким вот образом растянуть это все. Если у меня широкоформатный монитор, то в принципе я могу монтировать и здесь просматривать в большом окне, что в принципе может быть удобно. Иногда случается так, что те, кто работает с Vegas, закрывают это окно, выключают Vegas, включают и все равно оно не появляется вот здесь в окне предпросмотров. Для того, чтобы его вернуть обратно в исходное положение, нужно его снова вернуть вот сюда на эти вкладки, ну или так называемые слои в Vegas. Чтобы это сделать, мы переходим во вкладочку View, Windows Layout и можем выставить layout по дефолту. То есть таким образом вернуть это окно обратно в исходное положение. Также в том случае, если мы случайно его закрыли и хотим снова просто отобразить, то также заходим в вкладочку View, открываем вкладку Windows и здесь открываем пункт, который называется Video Preview. И таким образом у нас снова появляется данное окошко. Вот такими нехитрыми способами вы можете управлять отображением окна предпросмотра. Выставляйте это окно в наиболее подходящее для процесса монтажа положение и наслаждайтесь процессом своей работы. Ну а на этом у меня все. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки этому видео. Всем до новых встреч!